Добро пожаловать на международный автосалон в Детройте. Генеральный партнер выпусков Castrol Edge. Ну а когда я пришел на стенд Хонды, то здесь я испытал чувство дежавю. Посмотрите на этот стенд, как он выглядит. Посмотрите на автомобиль, на его цвет. И вы вспомните, что в Лос-Анджелесе, если смотрели мой репортаж, было все то же самое, только там был аккорд. Наверное, не совсем актуальная модель для России и вообще бренд, но это Хонда. И здесь она представляет новый аккорд, который я помню заминусовал и многие переживали на эту тему. Здесь же представлен другой автомобиль. Это Хонда Инсайт. Если вы следите за Хондой, то наверняка знаете, что Инсайт это такой гибридный автомобиль, который начинался с маленького-маленького хэтчбэка. Затем он перерос такой типа компакт-вэн или почти мини-вэн. И вот сейчас он превратился в седан. Правда, надо сказать, что это не совсем конечный продукт, а это Инсайт-прототип. Но здесь в Хонде подошли достаточно интересно, творчески, и они решили сделать этот автомобиль как анти-Приус. Анти-Приус в каком смысле? В том, что Приус гибридный автомобиль, весь такой зеленый, экономичный и так далее, но очень уж своеобразный по дизайну. Это если так мягко говоря выражаться, а многие считают его откровенно страшным. А здесь в Хонде решили сделать, во-первых, традиционный кузов седан, хотя он на самом деле лифтбэк, потому что задняя крышка багажника открывается. А во-вторых, он должен выглядеть хорошо, он должен выглядеть спортивно, современно, интересно и, в общем, никак не демонстрировать свою зеленость, за исключением того, что когда вы начнете пользоваться автомобилем, вы увидите, что он действительно экономичный. Под капотом здесь установлен двигатель 1.5, который работает по циклу Аткинсона, ну и, соответственно, электромотор, который работает с ним вместе в паре и создает гибридную установку. К сожалению, больше никаких характеристик не дается, ни мощность даже не заявлена, ни уж динамические характеристики. Известно только, что машина будет напичкана большим количеством систем безопасности, слежением за разметкой, автоматическим торможением за слепыми зонами и так далее, и так далее. Ну и плюс здесь широко используются светодиоды и в передней оптике, и в задней, в общем, все построено на современной технологии освещения. Вот, а больше, в общем, никакой информации нет. Маловероятно, что эта машина когда-либо попадет в Россию, тем более, что вы видите, что в России у Хонды дела обстоят так себе, и сейчас компания пытается оптимизировать те модели, которые она продает, и фактически на нашем рынке доступен только пилот и CR-V. Но насколько успешны будут эти модели, это еще покажет время, потому что с точки зрения цены, с точки зрения обслуживания, наличия дилерской сети, после того, как случился кризис в 2014 году, Хонда достаточно сильно ужалась и, в общем, не может занимать, не может, точнее, похвастать сильными позициями на российском рынке. Но вот такой инсайт. Должен сказать, что в отличие от Аккорда, он, кстати, выглядит достаточно свежо, интересно, и, опять же, за счет того, что Аккорд это все-таки седан, и такой достаточно представительский, поэтому к нему у меня было такое предвзятое отношение с точки зрения того, что там поставили полуторитровый турбомотор, который, ну, в общем, не обладает теми характеристиками, которыми должен обладать такой автомобиль, то здесь, в общем, речь идет о экологически чистом, в кавычках, автомобиле, поэтому здесь, в принципе, все нормально. И для такого типа автомобилей как раз эта машина выглядит хорошо и интересно. Напоминаю вам, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки, это важно. Спасибо большое! Субтитры сделал DimaTorzok